Андрей, ну, вначале расскажи, какие самые яркие впечатления у тебя были от работы вот в такой взрослой профессии, как тебе? Ну, это была очень серьезная роль, и там был очень ответственный фильм, и я хотела сыграть очень хорошо, чтобы показать, что война – это страшно. А что ты знаешь про войну? Ведь это было так давно, давным-давно, 75 лет назад. А что-то ты знаешь про эту войну? Я знаю, что мой прапрадедушка, он воевал и погиб в 36 лет. Понятно. А вот ты начал даже рассказывать, что тебе страшно было, когда лазил на дерево, когда дома горели, да? Вот еще раз поделись впечатлениями, когда было страшно, когда, может быть, даже что-то было интересное, весело. Когда меня первый раз посадили на высоту 6 метров на дерево. Ну, и ты как-то справился со страхом с ним? Ну, меня там привязали. Потом я привык уже там сидеть, и мне захотелось еще выше. То есть ты у нас не боишься теперь? Ну, именно с таким юным актером работать интересно. С ними, ну, сложность с любым актером работать. Если получаешь какой-то обратный отклик точный, если человек себя слышит, он понимает даже то, что ты ему не говоришь, а какое-то твое отношение к самой теме. Он очень хорошо считал. У него военная семья, и, может быть, это как-то еще повлияло так, что он очень хорошо плавно вошел в материал. То есть, ну, как-то там один день у нас, ну, обычно с детьми я снимаю гералаш, поэтому мне с детьми работать как-то уже привычно и понятно. И со взрослыми мне было удивительно, потому что с ними как-то было так легко, было так странно, уже привыкаешь работать с детьми, и это обыкновенно. Все, 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 заканчиваю, последний, последний. Смотри, смотри, видишь, у меня цветочек получился. Нет, цветочек мне не нравится. Вы мне танк нарисуете. Хорошо, я тебе танк, я тебе ружье, пистолет, пушку, все, что хочешь нарисовать. Спасибо.